Изначально расскажите, пожалуйста, как Вы пришли в тета-хилинг? Чем Вас настолько поразило, что Вы решили стать тренером? Я пришла в тета-хилинг, чтобы разрешить свою жизненную ситуацию, с которой я столкнулась. Это произошло довольно поздно уже, когда я была очень взрослой. Но ситуация оказалась очень неординарной, и я стала искать пути, чтобы решить ее. Как выяснилось, я совсем не знала себя. И мне подсказали, что есть такая удивительная техника, при помощи которой можно очень многое познать. Я не размышляла долго, собралась, поехала на обучение. После того, как я прошла обучение, для меня стал открываться мир по-новому. Появились новые краски в этом мире. И настолько меня заинтересовал весь этот процесс, что я решила продолжать дальше и дальше. За первый же год я прошла, по-моему, где-то 8 или 9 курсов сразу. И что интересно, как только я закончила базовые продвинутые курсы, глубинные раскопки, у меня сразу же на следующий день стали появляться клиенты. И я тогда поняла, что, наверное, это как раз то, чем мне следовало заниматься, это мое. И мне было всегда очень интересно познать различные явления, почему люди поступают так, а не иначе, почему у них возникают какие-то мысли. Мне очень хотелось разобраться в себе. И работая с людьми, я, конечно же, работаю с собой. Я снова открываю что-то новое в себе, и мне доставляет удовольствие эта работа. После этого, конечно же, мне захотелось встретиться с основателем этого метода, с Вианой Стайбу. И когда я уже приобрела достаточно практики, я поехала на встречу с ней. Встретилась, посмотрела, послушала, как она выступает, и поняла, что я хочу ехать обучаться этому. И через год после этой встречи я поехала и обучилась базовым продвинутым курсам. Начала преподавать. Почему я именно пошла в преподавание? Когда я работала с клиентами, я проводила индивидуальные сессии, я думала, как бы хорошо было сейчас их этому всему обучить, чтобы люди могли работать сами, чтобы они могли приносить все это в свою семью. И вот таким образом я пришла к преподаванию. Скажите, вот так, прежде чем пойти к психологу, обычно он дает инструкцию, что человеку, который хочет решить свои проблемы, он вот должен быть готов к этому, к этому, к этому, быть открытым. У него еще какой-то такой мини-инструктаж, да? У человека, который хочет изучить тета-хилинг, как ему себя подготовить, почему ему быть готов? У меня такое чувство, что специальной подготовки не требуется. Просто нужно, чтобы человек хотел каких-то перемен, был готов открыть в себе то, что скрыто, и, быть может, даже вызовет не те приятные чувства, которые он ожидал для начала. И чем отличается тета-хилинг, что это, по сути, те знания и те способности, которые есть в человеке изначально, только просто потому, что он пришел в этот мир. Поэтому, конечно, можно познакомиться примерно, как идет обучение, нужно узнать основные концепции тета-хилинга. Но я считаю, что специальной подготовки не нужно. Ко мне приходили люди, которые вообще не знали, что это такое. И уходили, в общем-то, очень довольны тем, что соприкоснулись с этим учением. А были такие, которых не получалось? Я не встречала таких. Я таких не встречала, потому что я уверена, что это естественная человеческая способность чувствовать, видеть и слышать. Как многие люди думают, что мы учим с закрытыми глазами смотреть какие-то картинки? Это совсем не так. Мы обучаем в большей мере чувствовать. В первую очередь слышать себя. А с какими другими техниками сочетается тета-хилинг? И в частности, вот ваши любимые приемы? Тета-хилинг прекрасно сочетается практически с любой техникой. Во-первых, он дружит с официальной психологией. Очень хорошо применять это вместе. Различные энергетические экстрасенсорные практики. Да и вообще любая практика, которая помогает человеку осознать себя, понять причины его действий каких-то, понять, почему те или иные явления в его жизни происходят. Тета-хилинг – очень экологичная практика, и ее можно сочетать, я думаю, с любой практикой.